здравствуйте дорогие друзья сегодня мы продолжим рассмотрение танковой тематики будет достаточно много картинок но в общем суть этой темы вообще ключевой вопрос почему не расстреляли форошилова сорок третье сообщение и о танках тоже вернее нельзя вырвать танки из общего так сказать описание цивилизм и меду красная армия я здесь хочу привести один пост из ролика штук 3 пластика и красота танках это было самое первое самое первое сообщение штук 3 а стереотрубе ну вот товарищ анатолий тени киллов пишет просмотрел видео в целом доходчиво и грамотно корень вопросов в том что до войны таки не успели создать того что мы называем оптической промышленность отдельные производства носили либо опытный экспериментальный характер либо принадлежали к окламу другим ведомств и на танкистов не работали стереотруба конечно не стерео дальномер но опытному командиру позволяет довольно точно указать наводчику и дальность до цели особенно если у командира было время для разведки поля боя возможность пробить реальную дальность до характерных ориентиров а это как вы понимаете существеннейшим образом повышает вероятность поражения цели первым же выстрелом чтобы вы понимали сложность оснащения танка оптическими приборами отмечу что полноценные приборы наблюдения на советские танка появились лишь начиная с машин третьего поколения а решение по определению дальности до цели только на четвертом и вот что еще нужно понимать одно дело подвиг тех кто шел в бой врагом с тем что могла дать страна и совсем другое глупая и лживая шапка закидательская пропаганда приводящая лишь повторению трагических ошибок прошлого но я естественно на это ответил вот мой ответ и почему я его привожу здесь ну собственно потому что у нас идет разговор в принципе на эту тему во первых конечно вы правы одно дело тех подвиг тех кто шел в бой с врагом с тем что могла дать страна и совсем другое глупая и лживая шапка закидательская пропаганда приводящая лишь повторение ошибок прошлого настораживает только что из вашего поста вроде как и нет ответственных за базар не успели и все никто не виноват есть косяк из-за него огромные потери есть блядская власть которая развалила систему образования и подготовки кадров которые оставила на посты жополизов и подонков карьеристов сажала тех кто мог создавать культивировала тупость и чубоизволите дебильных командиров безвинно павшие люди загубленный моб ресурс материальные ценности и страдания народа и никто за это не отвечает вопрос даже не поднимать подвиг один на всех так как победа одна для тех кто страдал и тех кто жировал в кремлевском дворце и принимал преступные решения бездействовал самодурствовал зверствовал в отношении своих заморили 10 миллионов крестьян на украине под эту индустриализацию и на танкистов не работали вот примерно так это звучит и в третьих пересажать за два года по 15 директоров на одном заводе по 10 начальников каждого цеха это мы успевали а поработать на танкистов конечно же нет да не ни на кого не работали и вы на виновата в этом в кпб кпс советское правительство лично дорогой вождь и учитель товарищ сталин и шайка его прихлебатели тех кто мог сделать приличные образцы вопреки руководящей роли можно перечитать по пальцам вот в этом вся история ссср сегодня как раз мы рассмотрим очень интересный материал как бы это вам сказать одного человека из шайки прихлебателей климента ефремовича ворошилова я вас фактически призываю понять что мы должны осознать вот эти ролики я делаю для того чтобы мы не повторили ошибок прошлого я делаю против тех кто подставил наших парней на той войне и всех будущих память вот тех павших в горевших по придуре советской империи в кпб кпсс советского правительства и и шайки его прихлебатели лично дорогого учителя и вождя я хочу показать украинцам как нас дурили истории второй мировой войны и разговорами про самый самый лучший история запомните историография россии имеется ввиду российской федерации да и россии тоже это ложь это сплошная наглая ложь и так климент ефремович ворошилов 881 год российский революционер государства советский военно начальник государственный партийный деятель ночи песня смотрите какие занимал посты меня больше всего интересует вот это не то что он нарком по военным и морским делам хотя это очень огромный пост тридцать четвертом сороковых годах нарком обороны ссср то есть в принципе с двадцать пятого по сороковое 15 лет он имел дело армии причем с армией на очень высоком уровне далее он тут избирался переизбирался в общем целая куча должностей там из его биографии значит что он русский ворошиловградские значит ныне луганская да что мне очень интересно вот блин эти лугандонская это самое все время таких пидорасов дают блин вот вот у них как то вот есть понимаешь учился в земской школе и бля руководителя армии при том что все вот это все его образование за всю жизнь учился в земской школе то есть что он там кончил церковно-приходская начальное это самое образование это лучше было чем в этой земской школе села васильевка но да ладно ну хватило же ему командовать ркк 15 лет вот как образование при туризме давали да на юрьевском металлургическом заводе с лесарем пастухом шахтером это я пропускаю но вот это вот это то что характеризует во время первой мировой войны уклонился от призыва могли бы подумать что он какой-то такая самоучка которая лезет в драку у него все получается у нее есть кураж вот кадр уклонился от призыва то есть вы себе представляете ну будем говорить так всеми войсками команды чудак который как вам сказать ну с радостью уклоняется от призыва чем он тут занимался ревоен совет 1 конной армии буденный понятное дело за вы за боевые заслуги в двадцатом году почетное революционное оружие 21 подавление кронштадтского воистания там командующий московском военного округа член комиссии по организации похорон ленина и дальше у него вот такая вот приблизительно деятельность идет партийная бюрократическая деятельность но но 34 по 40 а всего во главе военного ведомства он пробыл больше чем кто-либо в истории советского периода всего вот в армии на армейских должностях на преданный сторонник сталина возвеличивал роль сталина в гражданской войне и так далее и так далее и пошло поехало вот это вот я думал где же он падла взлетел сталин и красная армия статьи такие знаете да сталин как настоящий стратег генеральная прозорливость первоклассный организатор запомните первоклассный организатор и военный вождь запомните это это пишет прошила ну соответственно все это развито в кратком курсе истории в кпб вперед назад но вот это же я цитирую википедию при ворошилове была перевооружена современным оружием не оснащена технически новыми моделями танков самолетов а также арт орудий ркк кроме того в красной армии были утверждены новые звания однако различие введено новое бомбирование но это из барона мюнхаузена там когда король так занимался пошивом одежды но тоже нужно да но вот это вот запомните вот это новые модели танков артиллерийских орудий все перевооружено все класс после советско-финской войны ворошилова на посту наркома обороны сменил тимошенко который на эту должность назначил сталин вот как раз об этом пойдет речь об этой смене фактически это будет основной материал этого сообщения я немножко пробегу по его так сказать биографии и общему состоянию вопроса ну как бы такой брифинг такой он вам даст возможность понять какими же были все эти вся окружающая среда и состояние вопроса значит 41 год да значит он становится председателем комитета обороны при совете народных комиссаров фсср сорок первом году это все было упразднено и самое интересное 22 ноября сорок четвертого года ворошилов выведены состава гк о он единственный кто выведен из состава гк о за все время его существования после военная деятельность но тут он командует венгрии потом зампредсов кабмина совета министров ссср представители президентом верховного совета там и так далее блин на восемьдесят девятом году жизни умер хорошие условия человек не напрягался вот несколько фоток вот он калинин ворошилов сталин молотов жданова шишайка прихлебателей вот они на физкультурном параде знаете у него хватало времени так сказать и на совещание первое всесоюзное совещание рабочих стахановцев сходить и на физкультурный парад ну и естественно застольные мероприятия это как всегда здесь он первый по две статьи это самое в год восхваляющей стали жена ворошилова голда давидом горман переступление с брак в ворошилом с ворошилом в тринадцатом году находилась ссылки в ныроби семнадцатого года работала это самое заместителем директора музея ленина своих детей нет воспитывали приемных тут прям целая куча приемных секса детей один погиб который воевал в красной армии кавалер высших наград ссср тут такие ух идут отметки я пришлось мелким шрифтом 154 один из 154 дважды героев советского союза и один из 11 и которым присвоены обе высшие степени отличия звания герой советского союза и герой соцтруда дважды герой советского союза вот тут от пошло-поехал вы думаете что леонид ильич брежнев откуда-то это самое откуда ноги растут вот она герой советского союза в связи с 75-летием но дожил до 75 лет блин 56 год герой советского союза в связи с 50-летием герой советского союза герой соцтруда восемь орденов ленина тыры-пыры-пыры-пыры номера шесть орденов красного знамени орден суворова орден красного знамени красного 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 за победу над германией великой отечественной и там дальше уже памятные медали 30 лет советской армии флота и так далее иностранные награды герой монгольской республики два ордена сахабатор вообще знал где это монголия были три ордена боевого красного знамени монголии ну блин такой вояка такой вы ну дальше как он из финляндии повесил на него крест ордена белой розы и другие иностранные ордена и медали это орден зенгерской народ народной республики где он там ошивался представителем это самое ссср до своей отставки он был поста наркома обороны самым влиятельным военным деятелем был живым символом ворошиловский стрелок все же помнят там сталин и ворошилов кремле он предстоит как человек из ближайшего окружения сталина его воспевали как человек воспевали как человека который ведет победе и так далее герои многочисленных кинофильмов а в самом деле человек нему пристал видите какой заслуженный завидно наверное да он тут ух ты там пишет герой там то все пятое-десятое да но это это как сказать да я цитирую вот эту книжечку вот она вот здесь находится качество она хорошо книжечка веримеева вот что сам веримеев пишет здесь есть один документик он цитируется это акт передачи в мае сорокового года наркомата обороны ссср от маршала советского союза к я ворошилова возглавлявший маршал советского союза с к тимошенко вот сам самое интересное что предыдущий ролик вы помните там были отчеты комиссий так вот эти все комиссии ездили и проводили ревизию ркк и вот эти комиссии дали заключение на основании этих отчетов этих комиссий был составлен этот акт поняли откуда растут ноги то есть вот этот ролик 53 да он полностью перекликается с 52 как вы сами понимаете когда я готовил это я выпил достаточно валидольщика ну как человек впечатлительные и чувствую что веримеев тоже потому что сначала он хотел выделить жирным шрифтом те места где отмечены серьезные недостатки упрещения ворошила но быстро убедился что проще было весь текст отпечатать жирным шрифтом и потому отказался от попыток хоть как-то комментировать свои документы я попробовал там цветом что-то повыделять но больше трех четырех страниц меня не хватило понимаете просто я в начале стал отмечать те недостатки да или те недочеты которые катастрофичные просто катастрофа а потом собственно говоря прекратил это занятие решил что я это моей впечатлительности до хватит и склероза меня не будет итак оставалось чуть больше года до начала войны гремят пушки второй мировой пола польши дания норвегия и так далее три дня через три дня немцы вторгнуться во францию и вот читатель должен сам сделать вы готовил ли советский союз приментированный удар или нет я о чем говорю все у меня лично начиналось с обороны севастополя вот этот документ в принципе отражает состояние ркк это самая ркк а это самое ркк через год другой не стал вот это самое ркк обороняла это севастополь состояние этого ркк без подливы а героических там гениальных командирах там и так далее так далее вот она здесь описано на основании актов но весь о чем идет речь тут еще и жука вспоминается но он уже позже от 37 по 40 генштабом командовал шапошников который числился умнейшим и авторитетнейшим военным специалистом о чем этот разговор идет что ворошилов там не один и извините ругаться не хочется да ни один некомпетентный товарищ генштаб же тоже имеет свои структуры да они могли проверить о чем там все идет уровень ркк да при всем моем глубочайшим уважение к жуков не угол не отметишь в мемуарах воспоминания и размышления православный марш представляет красную армию в гораздо лучшем свете нежели вот этот документ показывает читайте или внимательно и вдумчиво слушайте не ищите готовых ответах они всплывут в вашем сознании по мере чтения у русских не всплывут это гарантированно никогда вот я хочу вам привести тут картинку совещание у начальника генштаба сороковой год сороковой год учения киевского военного округа тимошенко жуков тут вот такая вот такое состояние всего этого дела но да пойдем по документе перевожение ркк до стоп 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 как об этом рассказывают современные российские книги и современные российские интернет издания до для что вы чтобы вы понимали в чем разница того что они рассказывают и того что рассказываю вам я это документика еще не касается но это прессы вот телен теленир нет история жуков против гальдер то вы что схватка военных гениев гидрит поймать что схватка военных гениев в общем советский союз обладал уже огромной экономической базой постоянно рост производства 16,5 стали там нефти там тыры-пыры-пыры-пыры-пыры вот хотя это мизер по сравнению с германией в предыдущих роликах у меня это было уголь чугун киловатт электроэнергии киловатт-часов до выпущено 45000 автомашин там то все пятое десятое особые разделы развития вооруженных сил оказывается был пятилетний план строительства красной армии но всякий раз рассматривался и принимался на уровне центрального комитета и советского правительства к его подготовке относились очень серьезно в этой работе принимали участие все управления генштаба обратите внимание генштаба там же этот самый мошенка затем документ поступал в наркомат обороны которым руководил ворошил и также тщательно прорабатывался подготовка пятилетнего плана была поручена там камбригу красильникову часть летные лета тридцать седьмого года и он представил этот план шапошникову ну умнейший человек до 38 сороковый год рассматривался более двух месяцев мурыжили все это дело и захаров пишет в отношении этого документа все планирующие документы генштаба подписывались несколькими ответственными линиями после утверждения соответственно в поле бюро совете народных комиссаров и визу самого генштаба сталин строго придерживаться установленного порядка и подобные документы единолично им не подписывает ну и тут стара сталин ворошилов подписывает и другие но ворошилов конкретно за эту самую армию отвечает вот это вот теленет нет вот этого перевооружения я вам показывает натуральную картинку а не текст который я оттуда скопировал так что идем к документу слов секретно акта приеме наркомата обороны союза ссср товарища тимошенко от товарища ворошилова 40-ой год мая москва при приеме обороны товарищем тимошенко товарища ворошилов присутствующий жданова ленткова заслужены доклады начальников центральных управлений то есть там не один парень друг другу установлено следующее организации структура центрального аппарата это наркомате обороны утвержденное положение наркомате обороны в тридцать четвертом году устарела не соответствует существующей структуре не отражает современных задач возложенных наркомат обороны точка вновь созданы управления это уже целые структуры огромные структуры облеченные властью главное управление красной армии управление военно-технического снабжения управление снабжения управление продовольственно обозного вещевого управление стрелково-минометного вооружения управление высших учебных заведений управление снабжение горючим и управление начальника пехоты существуют по временным положениям. То есть настоящих положений нет. Все это временно. Структура других управлений. Генштаб, артуправление, управление связи строительно-квартирное управление, управление ВВС и инспекции. Там еще такие были. Имейте ввиду, это очень важно. Изменена. Причем положение об этих изменениях не утверждено. Наркома обороны подчинено непосредственно 34 самостоятельных управления и отдела. При этом положении недостаточно четко распределили А, при этом положении и недостаточно четком распределении обязанностей между заместителями наркомата часто имела место задержка в решении вопросов возникающих в результате управления наркоматом обороны. То есть уже это забюрократизировано. В разработке и издании уставов наставления руководства регламентируя жизнь нет твердой системы. В армии имеется 1080 наименований действующих уставов наставления руководства. Из них многовременных, устаревших, требующих переработки. Вот это вот все в принципе означает, что войска будут нести огромные потери. Огромные потери. То есть это для армии это может кончиться смертью. Но для народа это дикими тяготами. Основные уставы полевой службы, боевые уставы, родов, войск, внутренние службы, дисциплинарные, также устарели и требуют переработки. О! Бездельные коты. Море. Не могли переработать. Наряду с наличием большого количества уставов и наставлений отсутствует. Вот это кердекс. Вот тут одна строчка, в которой написаны все поражения, которые РКК Советская Армия получила с 1941 по 1945 год. Отсутствует наставление по вождению крупных войсковых соединений армии, наставление по атаке и обороне укрепленных районов, наставление для действий в войск в горах. Ну это третье, самое последнее, это как бы специфическое наставление. Но первое, наставление по вождению крупных войсковых соединений, наставление по атаке и обороне укрепрайона по атаке и обороне это дикие потери это вот я вам просто говорю так отсутствует вот это наставление все расстреливаются все кто как говорят в этом наркомате это это кирдык кирдык армии и возможны кирдык стране организация красной армии развернута в виде по всем родам войск была утверждена комитетом обороны 30 я там году и дополнена отдельными форме формирование вызваны войны должность наличный состав красной армии превышал утвержден правительством после войны с белосинами численность на 686 еще под подлежащих увольнению в запас 1 июля не 0 7 миллиона человек наличный состав превышает большинство войсковых частей существует по временным штатам не утвержденным на руками народным комиссаром барон то есть как это вы себе представляете то есть не ведется контроль со стороны наркомата обороны да или комиссар не дает задание проверить всю эту фигню то есть это это должностное преступление потому что это расход ресурсов расход ресурсов расход моб ресурса штатное и табельное хозяйство запущены около 1400 штатов и табелей по которым войска живут и снабжается никем не утверждены и изданы для руководства как временные вот это очень веселая тематика то есть солдату выдают масло или не выдают а по временному можно не выдавать то есть мясом кормят или ну по временному там хочешь кормишь хочешь не кормишь то есть то есть это уже дает ну как бы не то что неразбериху это создает бардак армия и бардак в сумме это поражение 41 год это продемонстрил и 42 и 43 все это пока америкосы не разбомбили германию вот этот бардак помогал гитлеру гонять ркк а вопросы военного законодательства и систематизации приказов наркомата обороны не налажены все имеется много препарат требующих отмены или переработки как устаревших и затрудняющих руководство войсками ребята вам кажется что это ерунда на самом деле это очень больно очень больно контроль за исполнением отдельных приказов это это вообще абзац не организован недостаточно ох какой русский язык блин не было живого действенного руководства обучением войск ребята не было никакого обучения войск вы себе представляете эту картину это смерть это смерть армии и смерть страны еще раз говорю спасли американцы и америкосы и британцы не было живого руководства обучению то есть обучение войск не проводится проверка на местах как система не проводилась и заменялась получением бумажных отчетов это смерть армии и вот вся армия которая вот этим занималась увы кроме тех вот пидорасов наверху которые сидели она то и вымерла оперативная подготовка ну ребята мы уже подошли к веселой теме момента приема и сдачи наркомата оперативного плана войны не было сидит куча бля куча генералов до у них оперативных планов нет то есть им нехер делать им только планы заставлять понимаете лампасы протирать блин в кабинетах под ними еще тоже сидят целое дело там куча народу короче не было виду изменения состава войск планы требуют переработки все нету вот это вот оба генштаб не имеет точных данных о состоянии прикрытия госграницы все я вы извините я вам скажу вот такое слово жопа двумя п генштаб не имеет точных данных о состоянии прикрытия госграницы вот сороковом году до то в сорок первом рассказывать мне что-то вне каком-то внезапном вероломном нападении да хоть она была бы невероломным хоть бы они не за неделю вам объявили вы сороковом году в мирное время не имеете точных данных о состоянии прикрытия но дальше еще веселее руководство оперативной подготовкой высшего нас состава и штабов выражалось лишь в планировании этой подготовки и даче директив народный комиссар обороны генштаб сами занятия с высшим нас составом и штабами не проводили это вот то о чем я вам говорил это товарищам написано где-то там в каком-то какой-то брошюре что т-34 может проехать 300 километров а без масла может проехать только 50 все они чертят стрелы на 300 километров когда танки останавливаются за 50 они никого не волнуют они 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 выше они верхнем их бумажка если 300 все поймите это люди которые не в состоянии не в состоянии выше иначе составы штабы не в состоянии управлять войсками и взаимодействовать разными родами войск все контроль за оперативной подготовкой в округах почти отсутствовал на его слово почти по моему здесь она лишняя судя по вот тем отчетам которые были он таки точно отсутствует наркомат обороны отстает в разработке вопросов оперативного использования в современной войне отца как как русский язык блин пушкин нервно курит сторон отстает в разработке оперативного использования твердо установлены взглядов на использование танков и авиаты и авиадесанты не все вы имеете дело я вам приводил предыдущем ролике мало грамотным контингентом вы бы им хоть методички написали как руководить этими соединениями на которых они сидят своими задницами они же этого не знают не понимаю генштаб сидит но генштаб они ребята это это все подготовка театров военных действий во всех отношениях крайне слабо бах приехали в результате этого в жидые отношения театры военных здесь не обеспечивают быстрое сосредоточение войске им их маневры снабжения то есть случае начала войны то что произошло все дрова ничего не подвести как тогда подвесли бензин там за 200 километров и танком говорят ну давайте приезжайте заправляйте пропускная способность жд дорог к новым границам низко и обеспечить требования обороны границ так старым тоже была такая положение управление жд дорогами на театре войны четко определяющие функции органов нкпс и органов в после его а также порядок перевозок нет все бардак это это все это поражение армии понимаете вот и пацанчики которые сгорели они может быть сгорели из-за вот этого тоже строительство шоссейных дорог идет медленно ведется многими организациями приводит к распыление сил фрес отсутствие общего плана дор строительства вот отсутствие общего плана дор строительства ну ядрит твою мать одного офицерика выделили бы и пустили бы в этот гушдор главдор упор гулаг нквд да и спросили покажите что вы строите чтобы мы не повторяли какого-то строительства это решить на уровне совета министров или на уровне сталина это запросто было понимаете нет ну не было времени мы же физкультурников посещали да или по театрам лазили строительство связи по линии нкс сильно остает по линии нко обороны сорвано совершенно вследствие позднего представления генштаба и управления заявок на строительные материалы нет и не отпуска таковых то есть из-за разгильдяйство или чтобы не сказать другое генштаб и управление связи все сорвали все подряд это как вот я хочу я хочу узнать одну вещь тех конструкторов которые пытались сделать конфету под названием т-34 вот ту диковскую на их торопили и их репрессировали большую часть расстреляли хотя самого факта вредительства в их действиях не доказали там его не было просто понимаете то есть сопромат и вы не прыгните своей пролетарской сознательностью выше сопромата а здесь куча зажравшихся московских пидорасов блин просто буду поздно представили настрой материалы каблирование использование уплотнительных бронзовых проводов ведется в крайне ограниченном размере но кабеля не прокладывать в аэродромном отношении слабо подготовлена территория западной белоруси запад украины о дво закво ну как говорят другой бы спорил но вам в трюме виднее знаете это и такая реприза называется еврейский пароход капитан звонит туда в трюме говорит полный вперед что полный назад но вам виднее ясного четкого плана подготовки театров военных действий в инженерном отношении вытекающих из оперативного плана нет основные рубежи вся системы же инженерной подготовки не определены вы понимаете что осуществить допустим какие-то какую-то инженерную подготовку это один вопрос а определить определить системы же это другой вопрос это задача клерков если клерки некомпетентны то вы преступник если вы их держите на этих должностях вы значит несете ответственность за результаты которые будут вследствие того что вы этих некомпетентных клерков там держите план строительства уровень 40-й год не утвержден исчерпывающих директив не дано система предполея не разработана это все клерки это все клерки это все штабные пидорасы должны этим заниматься нет окончательного решения указания генштаба содержание боевой готовности укреп районов 38 39-х годов которые должны использованы как сильно укрепленный тыловой рубеж сегодня лебединое озеро как же как же-то ладно завтра ну потом завтра потом еще и пошли поехали не достает тут чего-то там тыры-тыры-тыры-тыры перед перед этой самое пушек 520 543 оружейных заслонов 2400 это еще как говорят плохо но вот это в топографическом отношении театры военных действий подготовлены далеко недостаточно и потребность войск в картах не обеспечена не знаю это 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 все это все вы не в состоянии маневрировать войсками вы не в состоянии войска снабжать вы не в состоянии войска прикрыть защитить и скажем так вот знаете как артиллерист без карты с закрытых позиций стрелять не может точка то есть ваша артиллерия выходит только на прямую наводку привет ребята все пехота это братская могилка все окоп по вам стреляют а ваша артиллерия вот она стоит вот она противника не видит это это вот вот такая вот понимаете как вам сказать в топографическом отношении вот такая строчка да а на самом деле это вот вот что означает понимаете укомплектование и устройство войск вот это да вот это я вообще не знаю как это это фанта это фанта это фантастиш точно установленной численность красной армии в момент приема наркомат не имеет это пипец причем такой пипец что мешает идти так сказать ботинками на него наступает блин главное управление красной армии и вообще вся эта комиссия учет находится в исключительно запущенном состоянии а че ж вы суки расстреливали людей ни за что тут же конкретно товарищ кто отвечает за запущенное состояние а ты бах заместитель давай привести через месяц не приведешь получишь ну уже заместитель будет знать что такое все все будет но там там кореша там же полизы там вот такие вот да личный состав войск хсэл эскадров приписного осознания плана увольнения приписного осознания находится в процессе разработки это я не знаю вот эти 700 тысяч человек плана увольнения по ним делает да ну ладно орг мероприятия по стрелковым дивизиям нет нет я этот план увольнения это можно очень быстро ответственно назначить ответственно да и он вам через 3 дня сделает этот план увольнения почему потому что этот план сжирает ресурс денежный ресурс довольствие а это моб ресурс это и мука это и там чертишой сбоку бантик и сахар и соль и чай и все что хотите это моб ресурс орг мероприятия по стрелковым дивизиям не закончится дивизиям не имеет новых штатов и существует по старым не оправдавшим себя штатам а кто за это отвечает давайте ребята что же вы не закончили а часто на лебединое озеро ходили да рядовые младший состав красной армии по своей обученности разнообразен в связи с наличием признанных из запаса и признанных в армии лист разных национальных я хочу знать это все это все срань господня у меня был мой очень хороший знакомый который в свое время мне учил еще много почему так вот он говорил что когда призывали в армию лиц разных национальностей русскому языку они обучали элементарно они их спать ложили через одного в казарме допустим русский узбек русский грузин и вот так вот он говорит проходит 4 дня все уже понимают проходит неделя все знают команду все дальше дальше вы как говорят их обучаете все без проблем это все было известно то есть вам было западло вам лень была да а потом люди кровью вся страна кровью харкала из-за вашей лени по укомплектованности армии лицами отдельных национальных западные округа перенасыщенные лицами не знающие русского языка я вам еще раз повторяю что это отмазка это элементарно было обучить тех которые плохо знали русский язык вы могли их так сказать на нетехнические специальности ставить то есть на тех где количество команд и количество навыков в общем-то меньшее то есть не двигатель танковый перебирать по руководству где он что-то прочитать не умеет сейчас да а заниматься другими вещами строевой подготовкой в пехоте и прочее положение проходения службы рядового да кстати а что мешало вот это вот сбалансировать а что же вы тут такие блин умные а перед этим такие глупенькие а вредители ну так что же вас не шлепнули вот вот тут возникает вопрос ворошил всем этим руководил по-моему это уже где-то пахнет как говорят обвинением для прокурора то есть вот здесь вот есть вот нет фактической численности армии перерасход хлоп учет не налажен вредительства хлоп а кто командир а кто а кто а кто руководил по устройству войск нет положения об управлениями вот это вообще это пипец вы поняли почему все наши дивизии немцы хлопали как котят не поняли а все потому что нет положения об управлении частями полками соединениями дивизиями и бригадами положение о войсковом хозяйстве устарело требуется это все о войсковом хозяйстве это все не разработано положение о полевом управлении войск вот это ребята ребята это ужас ужас у вас там сидят малограмотные и вы им даже не можете ничего дать чтобы они почитали как же ему блин командовать дивизией в полевых условиях это смерть для страны это смерть мобилизационная подготовка это все акты идет в связи с войной и значительным перед дислокированием войск моб план нарушен но моб плана нет мероприятия под мобилизованным порядком не разработаны опять же клерки блин опять же ворошилов ворошилов ему только приказ дать понимаете причем этот приказ можно было бы сказать Лаврентий Павлович приходи ко мне садись чайку попьем и вызываешь и говоришь так вам приказ и все через неделю все у тебя лежит на столе наркомат обороны для этого надо быть блин просто бывают люди без образования умные но этот был хитрожопая пройдоха которая пел песни дефирамбы Сталину да а своим непосредственно ну классная такой чудак оборонной командой такой странной та вышла это понимаете как Петий Валидол как говорят или Корвалов у кого что есть но это это вот то откуда растут ноги поражение Красной Армии то есть Красная Армия даже если бы она нанесла превентивный удар по Германии все равно была бы жопа потому что вот это все имело место быть и никто не был там расстрелян за эти недостатки понимаете наркомат обороны не устранил еще следующие недостатки скрытые при проведении 39 года крайняя запущенность учета военных запасов отсутствие единого учета военнообвязанных и существования обособлено спецучета транспорт и НКВД ну вот это вот это тоже это смертельно слабость и неналаженность работы военкоматов отсутствие очередности в отмобилизованных частей что привело к переброске первых дней мобилизации нереальность планов развещения войск при отмобилизации в чем тут как говорят масштаб трагедии да шкала трагедии она состоит в том что во первых это бардак вы его как говорят пытаетесь взять это самое а он говорит а я водный транспорт кукиш я вон там имею бронь от этого да неналаженность работы в инкоманте понятно что но самое жуткое и об этом писали уже в конце войны были утрачены высококвалифицированные промышленные кадры то есть суперспециалистов кинули вперед трехлинейкой подобученные немецкие войска это привело к тому что потом выпускать оружие некому было понимаете это такое знаете вот типа недостатки мобилизационного плана частичная мобилизация тыры-пыры-пыры а на самом деле вот это вот это уже достаточно чтобы разгромить любую страну как только она теряет высококвалифицированные производственные кадры все ей дрова этой стране так не отработан план снабжения обмунтированием при мобилизации неразномерность подъемов по мобилизации военнообязанных фонского состава автокранспорта отсутствие твердого установленного порядка в бронировании раб силы на военное время нереально состояние учета лошадей повозок упряжи автотранспорта бро да это все частные причины но тоже это геморрой счетов в плане военнообязанных состоит 300 миллиона 155 тысяч необученных людей план обучения их наркомата обороны не имеет все а он уже должен был военнообязанных как говорят начинать призывы на сборы обучать но дело в том что он их не обучал хоть на сборы призывал там такие были обучатели как вы уже их видели числе обученного состава состоит на учет военнообязанных с недостаточной подготовкой и по ряду специальностей мобилизационная потребность специалистов не покрывается план переобучения не имеет наркомат обороны так что товарищ Клим Ефеемович уже пора зеленкой точку на лбу смазать по данным наркомата обороны декомплект транспорта составляет 8000 машин причем это положение вызвано установленными завышенными нормами обеспечения войск автотранспорта наставления по работе в войсках военкоматов не переработаны ну вот это как бы такая мелочь да но все это знаете тут каждый пункт знаете смердит здесь пахнет большой кровью состояние кадров некомплект насчет 21% вызван не только увеличением численности но и является результатом недооценки наркоматом обороны вопроса подготовки комс-состава Климент Ефеемович что же такое обещал что мы всех тут будем это самое а на самом деле тут же ни неким за ним недооценивайте ежегодные выпуски из военных училиств за последние десятилетия едва покрывали естественные убыль не создавая резервов для обеспечения роста армии и образования запаса детально разработанного плана покрытия некомплекта не имеется теперь слушайте малограмотный командир который нихрена не знает качество подготовки комс-состава низкое особенно в вине взвод рота 68% имеют лишь краткосрочную шестимесячную подготовку курса младшего лейтенанта это все это капец ну я сделаю ролик о том как немцы готовили своего младшего лейтенанта но неудовлетворительная подготовка комс-состава военных училищ почему недоброкачественные программы неорганизованность занятия и вообще недостаточное занятие недостаточной загрузки учебного времени и слабой полевой практической выучки все ребята я не знаю что можно как это сказать вменить да что может быть хуже может быть только одна вещь если у вас там 100% наркоманов в вашей вот этой самой в комс-составе военных училищах да или алкашей вот вот только этом даже алкаши это там наркоманы вот совершенствование комс-состава по кадрам не организовано здравствуй бабушка недостатком программ подготовки командира в военно-учебных заведениях это вузы уже проведение занятий преимущественно в классах насыщение программ общим предметом ущерб военных а общий уровень общий уровень да он требовал требовал почему потому что ну что вы ему объясните магнитное поле земли надо рассказать потом про компас наоборот не получится понимаете то есть некоторые вещи да научить допустим артиллерий сострелять вы обязаны ему общие предметы геометрию алгебру там вбить ему в голову потому что иначе он не поймет как это все делает и как это все рассчитывает вопросов присвоения военных званий нет твердо установившейся системы и в ряде случаев имела место компанейщина я вам про вермахт сделаю сообщение там есть есть некоторые различия этому способствует отсутствие периодического аттестования начата существующий порядок не выявляет деловых качеств командира и работы командира по боевой подготовке своей части комсостав недостаточно привлекается к в большинстве случаев аттестация проводится политкосталом то есть тупыми дубарями которые выучили две значит это самое что пролетариат это гегемон а ты как ты к гегемону коммунистической партии и все готов то что он ничего не знает это херня считалось что тот кто владел знаниями марксизма ленинизма он непобедим о нормально учет нач состава поставлен не отражает комсостава имеющего боевой опыт этих позатирали сильно умные кандидатские списки отсутствуют признать назначение комсостава не участвуют начальники соответствующих родов служб вследствие чего недостаточно учитывается спецподготовка комсостава опять же наверх лезет пена и будут очень большие вследствие этого потери нормы убыли нач состава на военное время не разработаны не имеется нач состава на первый год ведения войны учет и подготовка нач состава находятся в неудовлетворительном состоянии я вам задаю вопрос как вы думаете в сорок первом году это все уже было исправлено подарленным наркомат обороны для полного отмобилизания армии по военному времени недостает 290 тысяч человек комсостава запаса а месяц 195 недостаток 95 плана подготовки пополнения комсостава нет но это вот эти 195 тысяч человек что были ребята вы извините но я понимаю каждый любит своего дедушку но уровень подготовки дедушки какой что он кончал да боевая подготовка войск имеет крупнейшие недочеты значит издаваемые народным комиссарием НКО приказы о задачах боевой подготовки в течение ряда лет повторяли одни и те же задачи которые никогда полностью не выполняли причем не выполнявшие приказ оставались безнаказанными все Климент Ефремович выходите из камеры пора отвечать за это воинская дисциплина не на должной высоте да за это вы же сами в гражданскую войну стреляли а что же к вам так так мягко и не обеспечивают точное выполнение войск поставленной им боевым задачам главнейшими недостатками в подготовке войск является низкая подготовка среднего комсостава в звене рота взвод и особенно слабая подготовка младшего начальства состава вот это младший начальственный состав это в принципе те кто должны учить не умех то есть считайте что вам попадают сырые люди которые ничего не знают по военной подготовке вы должны научить а тут тут их некому учить слабая тактическая подготовка во всех видах боя и разведки особенно мелкие подразделения а немцы именно как раз делали ставку на мелкие подразделения у них вот укреп районы брали как раз вот эти все доты всякие линии как раз именно небольшие группы методом просачивания и прочее но разведка все виды боя разведка немецкая разведка которая была в 41 на территории СССР значит спереди главных сил на удалении до 130 150 километров действовала разведка силами до батальона представляете себе как они шарили задача не вступать в бой выявить и плюс еще авиаразведка и в сумме они информировали главные силы где что сколько находятся то есть они они знали хорошо да и естественно они знали как обойти и кому куда что вставить неудовлетворительная практическая полевая выучка войск и неумение ими выполнять то что требуется в условиях боевой подготовки крайне слабая выучка родов войск по взаимодействию на поле боя пехота не умеет приживаться к огневому валу и отрываться с него артиллерия не умеет поддерживать танки авиация не умеет взаимодействовать с наземными войсками войска необычных это я оставлю в стороне я бы вообще там записал но применение маскировок вот эти все 3-4 это смерть это кровь кровь которая льется рекой не отработано управление огнем да лупили по своим будь здоров это тоже кровь кто за это отвечает что они не умеют управлять огнем войска не обучены атаке укрепрайонов устройство преодоления загрожений форсирования это тоже кровь генштаб поддает приказ все побежали опа он там танки которые застряли при форсировании рек видели да вот это оно потеря боеспособность все нет участия завязло в болоте они не обучены форсированию рек неправильное обучение воспитания войск боевой подготовки много условностей войска они тренируются в обстановке приоруженной к боевой действительности примитивных требований театра военных действий мало обучается в поле практического ведению всего необходимого для боя недостаточно воспитывается и так далее и так далее и так далее вот как раз вот это вот зверство что точно беспрекословно это было да но нужно отдавать приказ который не приведет к потерям то есть надо еще мозги надо знать что какой приказ отдать не смотря ни на какие трудности преодолеваемые вместо этого засчитывают допускается ложный демократизм подрыв авторитета командира особенно младшего типа старший командир может младшему дать по морде это велось это самое перед строем солдат все нормально все будут хи-хи-хи но это это практика то что было но еще раз говорю в сумме это все в сумме это все это это трагедия неправильно построены программы и планы боевой подготовки приводящие к тому что рода занимается изолированно периоды обучения боевые стрельбы не совпадают по времени и недостаточно обеспечивается материально вот это вот так ох как красиво недостаточно обеспечивается материально короче нет снарядов и соляры или там бензина и все и кирдык вы уже не стреляете навыков нет все боеспособность ноль вот это вот отсутствует ах какой слог блин выше только ротмистров со своим отчетом по курской битве отсутствует живое руководство и контроль за ходом боевой подготовки со стороны наркомобороны и управления боевой подготовки там было управление боевой подготовки красной армии вот если вот эти все пункты по боевой подготовке вот такие то все управление в полном составе надо было шлепнуть или шлепать начальников каждую неделю сказать так ага управление не исправили шлепнули зам вот тогда бы не пахали а так мы стреляли таких которые типа челпана которые как говорят знали сапраматы были специалистами а пидорасов типа ворошиловских этих самых жополизов в наркомате обороны мы оставляли ну зачем пехота по родам войск поехали вообще как говорят действие вылезло окончается скоро я буду выражаться в наркомате обороны существовало неправильное мнение что пехоту легче подготовить чем другие технические родовыск это вы ребята когда узнали что там неправильное вследствие этого по вопросам организации выражения пехоты не уделено должного внимания бах а вот тут вот уже обещал что скажу про вермахт то есть напишу целое сообщение но сейчас я вам скажу так германские вооруженные силы начинали с пехоты все кто шли в танковые в авиацию в артиллерию они начинали служить в пехоте я имею ввиду офицера офицерской состав все прошли ну почти год они служили в пехоте как солдаты изучали пехотную тактику получали навыки и так далее и так далее и так далее а потом уже специализировали пехота подготовлена слабее других родов войск накопления подготовленного запаса пехоты недостаточно всякие формирования проводятся за счет пехоты большая текучесть пехоты то есть ну как пехота это своя специфика ребята комсостав пехоты плохо подготовлен имеет большой некомплект вот это все комсостав плохо подготовлен это реки крови еще раз говорю реки крови комсостав пехотное выражение остается от современных требований боя не обеспечены минометами и автоматами у немцев тоже автоматов было не густо в основном командиры отделений взводов ими отделений взводов ими пользовались так что ну не так уж вот автомат не так уж решал а у нас были автоматические винтовки с темпом стрельбы 600 выстрелов в минуту и что ладно кроме того ну были же автоматы были чё вы дали бы промышленности заказ они бы наклепали финский Суоми скопировали и вперед военно-воздушные силы по каждому пункту весело матчасть отстает по скоростям мощностям мотором вооружения и прочности Яковлев Суков крылья у самолетов отлетали на нормальном полете в горизонтальном от передовых армий других стран наркомат обороны управления военно-воздушных сил о ну есть же эта самая структурка да не проявил достаточной инициативы и настойчив по внедрению более современных типов самолетов управление ВВС не определило направление развития военной а приспосабливалось к наркомату авиапромышленности ВВС не имеет пикирующих и отстают во внедрении современных типов самолетов о Вилле Мессершмидте я уже писал да когда он пожаловался там своим так сказать знакомым а те пожаловались наверх что Вилле не допущен конкурсу по истребителю его вызвали дали ему значит условия конкурса Вилле три дня его изучал потом пришел и сказал что я буду участвовать в конкурсе при условии что я сделаю то что я хочу сделать как я вижу это дело грандиозный скандал ну русаки немцы да такое невозможно да вояки тут какой-то штатский вот один из генералов управления вооружения сказал так ребята дайте ему сделать то что он хочет а все самолеты у них проверял ас первой мировой войны эрнст студет легендарная личность и эрнст студет всех их облетывал и когда он первый раз посмотрел на самолет мистер шмидта вот этот самый бф 109 он сказал нет это это будет это не истребитель вот но после того как он уже на действующем самолете взлетел он сказал да это самая классная машина то есть поймите уровень интеллектуальный эрнста удета простого ну будем говорить он был не совсем простой но он отвечал за вооружение но начинавшего простого летчика был настолько высоким и он не боялся признать свою ошибку от первого раза он сказал да это первоклассная машина да она будет летать и он дал германии шикарный самолет который всю нашу авиацию перекокошил именно за счет инжекторного двигателя ой ладно управление по вооружению отстает от да по вооружению наш самолет отстает внедрение крупнокалиберного оружия отработка новых образцов испытания доводка крайне медленно состояние вот это состояние учета самолетов моторов неудовлетворительно а качественный учет совершенно неорганизован и не ведется теперь авиачасти имеют некомплект 10 процентов в том числе 24 процента устаревшие типы требующие замены значит вот тут весело это то о чем я вам говорил все думают что вот эти проценты они там что-то не они решают да но вот когда он пишет военно-воздушные силы недостаточно обеспечены средствами подогрева и заправки все не можете заправить самолет и то какой у вас там не комплект 10 20 30 50 все определяет вот обеспеченность средствами заправки в том числе подвижными реммастерскими наиболее ходкими запасными частями ребята ну ты же правильно но все определяет то чего меньше ходовых запчастей средств заправки чего и эти ваши самолеты 90 процентов летать не будут склады авиамехаимущества недостаточны не удовлетворяют потребности авиационных частей все то есть какая ваша боеспособность вот такой огроменный знак вопроса на всю страницу аэродромная сеть недостаточно не обеспечивает нормальную работу развитие отстает от роста военно-воздушных сил организация авиации устарела требует пересмотра у вас же блин целая целая целые структуры дикие у вас были летчики имеющие боевой опыт что же вы их не ставили нет там сидели ваши толтожопые с широкими лампасами бездельники и ничего не делали летно-технический состав недостаточно подготовлен в бомбометании полетах сложных метеоусловиях и в стрельбе авиашколы выпускают слабых летчиков обычно главным образом на старой матчасти вследствие этого могут летчиков переходить переучивать в частях но об этом уже было Смирнов все было не так в этой сталинской соколы умытой крови да вопросы прохождения службы летно-техническим составом не отработаны существует неправильное положение когда красноармейцы действительной военной службы после годичного обучения в школах наших специалистов выпускается по категории среднего начальствующего состава годичное обучение младшие специалисты пару гаек он знает в каком месте какому самолету крутить и все это уже средний начальствующий состав ладно несмотря на большой некомплект штурманов подготовка не организована все аварийность и катастрофы продолжают оставаться высокими следствие слабой подготовки личного состава не зная на имя матчасти низкой дисциплинированности неорганизованности безответственности командиров и частей за происшедшие аварии то есть короче ответственности не было и привет авиадесантная часть ну не получили должного развития там говорили там у нас такое было достав там все на парашют и все такое не получили двойственность подчинение по УББ управление боевой подготовки и по линии ВВС служба спецы и имущества обеспечения самолетами и вот это все приводило к тому что авиадесантные части были как говорят бедные родственники у тех просишь у этих просишь и все а все тебя нафиг посылают организация восточно-десантных частей остается современных требований требует пересмотра в сторону создания боевых соединений внимание к парашютному спорту и его развитие ослаблено как же так нам же все рассказывали автобронетанк ну наконец-то мы о танках да развитие мех механизированных танковых войск в общей системе остается современных требований массированное применение танков в бою и операции откуда это не нагребли но естественно из войны во франции существующие танковые бригады не подкреплены достаточным количеством моторизованных частей ребята было бы там много моторизованных частей было бы мало если командиры командиры не способны они не понимают как управлять это все дрова ну ладно но написали не подкреплены наркомат обороны в деле развития танковых мех войск провел совершенно недопустим и осторожно танки стояли под брезентом привет вот количество танков в красной армии недостаточно 23000 вы не думаете чтобы тэшка это ее можно было модифицировать и все такое проще она вполне удлинить 45 пятку она вполне могла она некоторые поставить автоматы 76 миллиметровую пушку на 45 то есть на бт бт поставили вооружение танковых частей своем рее остается современных требований в результате чего современные толстоброневые танки внедряются исключительно медленно ну вот это вот мы заперли вот это уже мы к Т-34 подлезли исключительно медленно но чтобы ускорить конечно подключили Лаврентия Павловича и его шобу наличный бронетанковый парк подверг напряженной эксплуатации в боевых условиях вследствие чего значительная машина требует капитального и среднего ремонта однако ремонт затягивает из-за отсутствия необходимых запчастей ну тут вот еще веселая картинка толстоброневые танки это Харьков который же и делал эти необходимые запасные части то есть ребята как говорят вы смотрите куда грузите создаете новый завод в том же Харькове он будет вам делать запчасть даете им станки это все одновременно то есть есть у меня хотелки но для этого же нужны возможности правильно хотите летать там на большой высоте ну покупайте себе самолет а хотите передвигаться по земле так вам хватит и машины наиболее ходовые детали ремкомплектов изготовлены в малых количеств не обеспечивают потребности вопрос заказа и оплаты организация ремонта боевых машин в полевых условиях решены неправильно по существующему порядку предусматривает отправка боевых машин для ремонта в целовые мастерские что задерживает ремонт не обеспечит современный ввод их в строй значит эксплуатация автомобильного тракторного парка поставлена неудовлетворительно вследствие чего в армии имеется большое количество машин требующих ремонта существующий тракторный парк недостаточен и не обеспечит полностью подъемом матчасти артиллерии на мех тяги извините могу не согласиться там в предыдущем ролике было приведено количество пушек да какая там была четвертый мехкорпус да и количество тягачей которое у них было посмотрите внимательно там всего достаточно артиллерия посредние мелкие калибры отстает по крупным калибрам обеспеченность пыры 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 более крупными калибрами 280 совершенно недостаточно недостаточно мощные и так далее вот тут я вам хочу сказать еще такую вещь знаете в Севастополе были орудия стрелявшие за 30 километров немцы эти орудия разрушили разрушили своими орудиями стрелявшими на 5 километров вот так вот и калибры вот этих советских орудий были больше чем немец в смысле морские орудия были более мощными то есть там не только подготовка там подготовка самих артиллеристов была не просто пушки а еще и управление но тут веселые вещи малозенитные малокалиберные пушки ладно по боеприпасам потребность армии по средним системам обеспечивается только на полтора месяц до полутора а по тяжелым на 20 дней две трети месяца 20 дней войны вы поняли катастрофа 41 года почему она произошла катастрофа произошла именно потому что нарядов было мало приборами управления специальные артиллерийские выстрелы в недостаточном приборами управления и биноклями артиллерия обеспечена недостаточно все кирдык кирдык вашей артиллерии наличие хранилищ не обеспечивает хранение имеющихся запасов на открытом воздухе 14600 вагонов вооружения боеприпасов некоторые склады загружены ненужным материалом стрелковое вооружение убыль винтовок и новое формирование во время войны полностью не обеспечивается перевожжение армии самозарядными винтовками происходит медленно и все и пошло поехало минно-минометное вооружение минометов не хватает красная армия не обеспечена и не подготовлена каких используем но это же надо вы же малограмотному не объясните как стреляет миномет хотя если вы попытаетесь объяснить для этого нужны классы для этого нужны учебные программы чтобы ему объяснить и практика понимаете но кто-то это должен объяснять а если у него этот объяснитель который должен он сам малограмотный не комплект минометов минометы крупных калибров существуют только в образцах точка применение пехотных противотанковых мин неотработанные вопросы производство изготовления мин неорганизовано имеется только опытные образцы вот вам здравствуй бабушка заминировать дороги в Белоруссии и на Украине когда вы отступали не могли танкоопасные направления перекрыть не могли инженерные войска 6 пункт обеспеченной существующих инженерных частей основными видами инженерного вооружения и лесозаготовительными дорожными средствами средствами водоснабжения маскировых техники составляет всего лишь 40-60% все новейшие средства техники имеются только в образцах и не внедрены окопок копателей средства глубокого оборудования переправочные средства по количеству недостаточные особенно по тяжелым пакам низкая обеспеченность по колющей проволоке 6% не получили и развития вопроса минного заграждения и разграждения это все кровь войска связи но войска связи то подумаешь ну вот это подумаешь приводит к тому что вас могут запросто обойти вы не будете знать куда везти столярку и наряды и как говорят веселье будет очень кровавым очень кровавым нечеткость организации связи привели к тому что во время похода в запад украину и запад беларуси во время войны с белосинами войска связи не войска связи не имели устойчивый и непрерывно действующий связь не рассмотрены дегазационные средства не обеспечивает по количеству и качеству предъявляемые им к ним требования все из дегазаторов существует только хлорная известь это песня средства химнападения не имеют норм вооружения нет отработанных норм тактического использования химвойска не имеют образцов машин для газопуска заражения дегазации и прочее научно-исследовательская работа по развитию химворожений поставлена слабо новые образцы внедряются медленно это может быть отдельная интересная тема немцы которые вели совместные работы ну что что СССР получил иприт илюизит раздражающее и кожно-нарывное в смысле иприт илюизит это кожно-нарывные оба да ну еще там хлорпикрин да как раздражающий да а немцы за это время разработали очень серьезный ассортимент до сих пор непревзойденный ассортимент химии конница ована состояние вооружения конницы удовлетворительное слабость недоработанной штатной организации горно-кавалерийских частей тоже печалька разведывательная работа ну песня подходит уже к концу да какая-то наша разведка наша служба и опасна и трудна да или как там она не думая о секундах о мгновениях свысока наиболее слабый участок в работе наркомата обороны разведки систематического поступления данных об иностранных армиях не имеется ответ разведработы от генштаба и непосредственное подчинение наркомата обороны привели к слабому руководству разведслужбе наркомат обороны не имеет лица разведуправления органа оборганизации состояния вооружения подготовки и развертывания иностранных армий Наркомат обороны разведданными не располагает, я имею ввиду, о подготовке. Театры военных действий и их подготовка не изучены. ПВО. 32-й год. Положение устарело, не отвечает требованиям. Дальномеры не обеспечивают стрельбу на высотах более 6,2 км. Приборы ПУАЗО, управление зенитным огнем несовершенны. Подготовка зенитных частей неудовлетворительная. Тренировка ведется с устаревшими типами самолетов. Нет практики. Слабо развиты прожекторные части. Не все объекты обеспечены прожекторами. Служба в нос слабо организована. Уже понимаете, такой элемент, как вы видите, я уже ничего не выделял. Я когда начал читать, потом прекратил выделять. При существующем состоянии руководства и организации ПВО, должная защита от воздушного нападения не обеспечивается. Опа-на. Руководство службы и тыла уже не мог, не хватило выделять. Руководство организации тыла и тылой подготовки отсутствует. Ни одного специального тылового учреждения учебных сборов командира службы в тылу. В общем, короче, ребята, устав тыла засекречен. Ком, значит, состав его не знает. Абана. То есть, это вообще тоже такой, знаете, пикантный анекдот. Ага. Устав тыла засекречен, засекречен. Ты что-то сделала? Сейчас мы тебя хлоп к стенке поставим, шлепнем тебя. Ну, ты не по уставу действовал. Понимаешь? Незнание закона не освобождает от ответственности. А он засекречен. А тебе его не дали. Все. Устав требует переработки. Подчинение начальников отдельных служб командования, значит, штаб приводит к тому, что команда не имеет времени заниматься каждой службой отдельности, по настоящим тылом не руководить, не контролировать. Вот это вот, извините, немножко свистелки. Если начальник штаба не знает, что делает его тыл, то и не контролирует тыл, и снабжение все не контролирует. Как он будет организовывать эти все наступления, отступления, оборону. Это немножко тут перегибчик. То есть, то, что начальник штаба у вас не соответствует должности, и то, что у вас неправильно все это организовывает, это один вопрос. А штаб тыл должен, тыловые, так сказать, подразделения частей, они должны понимать, так сказать, то есть, не то, что понимать, должны работать на войсках. Территории отошедшей в СССР в СССР в отношении тыла не подготовлены. МОП-заявка. Нереальная иммобилизация промышленности не обеспечивает. Все. Все. Фактически плана мобилизации из промышленности не имеется. А в связи с этим план подачи боевого имущества и интендантского удовольствия на военное время нет. Все. Бардак. Вы голые. Подача военного имущества и интендантского удовольствия. Вы голые. Первое. Вы голодные. У вас нет обуви. У вас нет бензина. Ваши танки ехать не могут. Все. Все. Дрова. Это реки крови. Или толпы военнопленных. План вооружения и снабжения на 40-й год в округе до сих пор по вине ГУК не спущен. Не дает возможности отработать обеспеченность поиск на мирное и военное время. Это все. Это все. У меня кончился уже валидов. Здесь уже начинается это сам. Учеты количественных и качественных центральных довольствующих управлениях поставлены плохо. Не дает возможность правильно определить обеспеченность поиск. Вы же пидорасы. У вас люди же голодные. Одни жируют, другие голодные. Жируют ваши пидорасы. А голодные обычные солдаты. Как они будут учиться, когда у них только пожрать. Эта самая мысль. Мопфонды против урожая из расходных зимних периодов 40-го года не восстановлены. Оба-на. Вы поняли? Маленькая Финляндия вломала так, что мопфонды не могли восстановить. 40-й год, ребята. 41-й. То есть, то, что восстановили бы даже до 41-го года, оно все. Дрова. Его надолго не хватает. Камчатка, Сахалин, МНР они отсутствуют. Дислокация мопфондов требует уточнения. Финансовые сметы устарели, требуют переработки. Это военно-хозяйственное снабжение. Ну, ребята, я честно говорю, вот не могу дальше. Организация системы обозно-вещевого продовольственного снажжения и квартиры на обеспечение Красной Армии мирного времени совершенно не были приспособлены на военное время. Стыдная радость. Десять типовые штаты армейских фронтных органов военного времени оказались негодными. Здравствуйте. Помощники там рота, ротные пистоли сокращены, потом введены, когда учет имущества был запутан во всех низовых звеньях. Нормально. Ну вот что, я хочу знать, сколько было, вот, чё ж Лаврентий Павлович этим не занимался? Чё он лез мешать танкистам создавать конфету? А? Которые они могли создать, которые они хотели создать, которые по параметрам они успевали создать. Мне надо было всем мешать, всех этих пидорасов кошкиных пхать туда, для того, чтобы они не давали работать. Я про это тоже ролик отдельно сделаю. Штатные табельные хозяйства. А тут, понимаешь, учет имущества, да, всё запутали, да, всё классно. Штатные табельные хозяйства в наркомате обороны крайне запущены. Всё. Действующие штаты с табелями непрерывно дополняются, переизменяются, переиздаются. Нет общего хозяина над штатами табелями. Действующие нормы снабжения устарели или негодны. Некоторые заниженные санхозы имущества, некоторые завышенные спецодержки. Нет правильного распределения отдельных номенклатур между действующими управлениями, заготовительными. А, музы, инструменты, лыжи, это всё херня. Ух, о чём тут ещё? Уже продовольственное снабжение. Ну да, голодный солдат, что же он за вояка. Текущее снабжение происходит без перебоев. Неснижаемые переходящие запасы прост фуража, армия опасного продукта на 30 дней. Наркомат обороны не были подготовлены к войне для изготовления сухарей, концентратов. УКР, Протснаб, Генштаб не заоценили этих продуктов. Ладно. Неблагополучность размещения МОП-фонтов по мясу и жирам из-за недостатка холодильных помещений и с локацией МОП-фондов построена главным образом исходя из наличия холодильников, а не из потребностей. Короче говоря, солдаты были без мяса. Особенно плохо с размещением фонов для 1-го, 2-го УКР и Забайкальского военного округа. Отсутствие руководящих указаний по учету продовольствия фуража привело к большому перерасходу прост фуража в период войны в Финляндии. Да, вещевое снабжение. Вещевое снабжение это, конечно, песенка. Вещевое снабжение Красной Армии. Войска не были своевременно обеспечены... Вещевое имущество по зимнему плану. Отпуск обмундирования затянулся с января 1940 года. Вопрос обеспечения теплыми вещами, ну это нормально. Не доданно 1 миллион комплектов обмундирования, выдача которого будет закончена лишь в июне месяце. Все нормально. Моб обеспеченность армии по основным предметам. Головные уборы, шинели, летнее обмундирование крайне низкие. Возимые запасы для частей, переходящие запасы для моб сводов не созданы. Неудовлетворительность состояния вещевого снабжения объясняется плохой работой управления снабжением и прочее. В общем, тут можно... Значит, снабы округов не знают действительной обеспеченности и потребности частей вещевом имуществе. Все. Точка. Учет и хранение обмундирования поставлен неудовлетворительно. В случае хищения, порчи, незаконной выдачи. В общем, нормально. То же самое, что и в СССР. Учет имущества запущен и прочее, прочее, прочее. Учет по приказу 40-го года еще не введен. Банно-прачечное обслуживание запущено. Введение четырех управлений. Вот. Думаете, это вот маловажный факт? Да нет, ребята. Нет мыла и соды. То есть все. Войска вшивые. Отсюда могут идти заболевания. Какие хотите. Идти и все подряд. Боиспособность от этого тоже. Серьезно, очень серьезно зависит. Обозно-хозяйственное снабжение. Я это пропущу. Так вот, немножко кадр постоит. Кто захочет остановить на пазус, почитайте. Квартирное обеспечение войск. Тоже. Отапливаемая площадь. Жилой фонд в казармах для состава ТРПР и такой-то, такой-то. Это, в общем-то, особенно вам ни о чем не говорит. Тут вот эксплуатируется столько, столько, столько. Вот факт вот этот, это да. И вот этот факт, это да. А вот эти цифры, они вам ничего не говорят. Эксплуатация на низком уровне. Опыт боевых действий показал неприспособленность и неподготовленность квартирно-эксплуатационных органов к обслуживанию действующей армии. Нормально. Снабжение горючим. Танкисты воспряли. Запасы горючего крайне низкие, обеспечивают в армию лишь на полмесяца войны. Ну чё? Полмесяца войны. 40-й год. Думаете, в 41-м стало что-то другое? 15 дней. Посчитайте. 15 дней. Всё. Всё. Вам, как говорят, танки через 15 дней можете бросать. Строительство, бензоемкость, накопление, выполнение в недостаточных размерах и так далее, и так далее. Невыполнение, план строительства. Вот, смотрите. Помните, я вам показывал насосик, да? И когда мне там этот один читатель говорил, можно было масло одолеть, войска исключительно слабо обеспечены тарой под горючее. Ну, вы не думайте, что под масло они были хорошо обеспечены. Не думайте. Это так просто. Транспортировка. Транспортировка горючего с баз производства и места потребления затруднена из-за недостатка тары, средств перевозки и заправки ЖД, ЦСР. Театры военных действий, вероятные театры военных действий, не имеют в достаточном количестве баз горючего, особенно для авиации. Ну, хрен с ней, с этой авиацией, что думаете, что для танков было достаточно баз? Тут вот четко написано. Вероятные театры не имеют в достаточном количестве баз горючего. Точка. Все танки, независимо от их характеристик, если они не имеют горючего, это не больше, чем ящик металлолома. Отсутствие бережного отношения к сбору и регенерации отработанных масел. Оба-на! 30% только сдавали на регенерацию. Экономия, экономные расходы горючего ведется слабо. Результат недостаток. Финансовое хозяйство. Ну, план заказов с большим резервом. Большие остатки, недочеты, имеющие место в области, ну и так далее. Это нормально. Это в СССРе всегда было с запахом. По политическому управлению, да, марксизм, лединизм и армия непобедима. Все. Значит так. Кадры полицостава от 30 до 45, их 63% не имеют военной и политической подготовки. Все. Вы учите, что тогда еще были комиссары, да, которые могли взмешиваться. То есть, не имея подготовки, ты взмешиваешься в военный вопрос. Все. Приводит к тому, что кирдык. 73% не имеет военной подготовки. Политуправление не определило, какими военными знаниями. До последнего времени не организовало подготовки полицостава. Но учтите, этот полицостав мог отменить решение командира. Это потом их кышнули. Когда Мехлик на Керченском полуострове накомандовал. Вот после этого это произошло. А сейчас это все еще, 41 год, это все в силе. Ликвидация вредительствия в полицоставе. Ой, песня. Песня. Аттестование полицостава с получением справок НКВД и сбором чисто формальных отзывов от коммунистов. Вот называется, нехер было делами, блин. Заставили всех их копать, эти хранилища под соляру. Было бы больше толку. Потребность в полицоставе 153 тысячи. По родам войск не определена. Большая часть полицостава, ну это было, да. Да, 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 да. В армии имеется кандидатов в партии с просроченным стажем столько. Один с восьмилетним кандидатским. Из них с восьмилетним кандидатским стажем 3 130 тысячи. Но это очень, это дико важный вопрос, понимаете. Меня вообще интересовало бы больше, сколько там лейтенантов-бебилов, блин, имеется. Вермахт заранее поставил себя вне политики. Он вот этой вот фигнёй не занимался. Портбилеты и учётника. Полицзанятия. Изучение сопредельных стран армии. В общем, короче, не уделяет достаточно внимания работе среди войск и населения. Асавиахим. Санитарное и ветеринарное состояние. Здесь такое тоже есть. Вот это интересно. Недостаточно подготовленные медицинские кадры, нехватка хирургов, медсанимущества, автомобильно-санитарного транспорта. Слабо привлекались к работе по МОП-обеспечению санитарных органов. Вот это, кстати, всегда очень важный вопрос. И нас он напрямую касается. Его надо изучать во всех случаях. Военно-учебные заведения. Ну, друзья-танкисты, давайте-давайте. 16 военных академий, 9 военных факультетов, сухопутных военных учебных заведений, 136 училищ, ведение управления высших военно-учебных заведений и управления военно-учебных заведений. Управление высших и управление... Два таких управления, блин, которые разными. Эти высшими 16 академий. А это те академиков готовят, а эти просто. Нормально. По количеству должна удовлетворять потребности, за исключением отдельных специальностей. Качество подготовки, вследствие слабого состава преподавательских кадров, требует улучшения. То есть качество подготовки дрова. Слабый состав преподавательских кадров. Военспецов шлепнули, оставили кого? Политически преданных. В программах военных академий тут программы разбираются. Частые реорганизации, нет стабильности учебных процессов и части программ, разработанных управлением никем, не утверждена. Часть программ не утверждена. Низкая матбаза академии военных училий. О, низка. Все. Дальше можете прыгать, как хотите. На пальцах. На пальцах показывает, как работает двигатель танка Т-34. Давайте. Шатуны, коршни. Да. Нормально. Завышение оценок. Низкая требовательность. Ну, понимаете как? Преподаватели, значит, ставят низкие оценки, значит, им говорят, не умеешь научить. А как ты его научишь, если у него исходной базы нет? Вот потому и завышают, чтобы себе жопу прикрыть. А результат это пахнет большой кровью. Ой, большой. Слушатели в академиях. Гаммонтон. Гаммонтон. Цивильных. Возьмете их сюда. И они вам будут переводить. Вы вот это обеспечите. Мат-часть и практические навыки. И еще обеспечите. Педагогическая, методическая подготовка кадров. К вам приходит совершенно спирой контингент. Вы его должны научить. Война это всегда потери. Сейчас у вас были обученные люди, а потом их нет. Поэтому те, кто есть командиры, они должны владеть методиками преподавания вот этих дисциплин. И мат-части, и практических навыков, и всего прочего. Если этого нет, вот меня было интересовало здесь пункт Г. Методическая подготовка кадров. Еще раз говорю, если этой подготовки нет, то все. Военное изобретательство. Ой, горе оно огнем, блин. Наизобретали. Оторвано от управления ведающих вопросами вооружения и тех снабжения. Ценные изобретения задерживаются внедрением. Своевременно не реализуют. И пошли, поехали. В общем, ну что. Значит, комиссии провели расследование. И, в общем-то, это доказанное обвинение для военной прокуратуры. В общем, тут нужна только виза. Виновен расстрелять. Все. Почему его не расстреляли? Все-таки, посмотрите сами. Это доказанное обвинение для военной прокуратуры. Это результаты целой кучи комиссии и ревизии, которая была проведена. За некомпетентность, за преступную халатность, за бездеятельность, которые привели к колоссальным людским потерям гражданского населения, военнослужащих, утраты мат-ресурсов СССР, моб-ресурсов, боевой техники, разрушения инфраструктуры. Это колоссальные потери. Колоссальные. Я хочу закончить это сообщение вот этим кадром. Посмотрите внимательно. Это же танкист. Вот здесь его голову прикрывал шлем. А вот здесь он обгорел. Да, солярой, которая плохо воспроменяется. Да. Вот у него волдыри на руках. Видите? Пацан. Да. Вот им командовали. Кто? Я хотел бы знать. Грамотные командиры или безграмотные, которые посылали хрен куда. Посмотрите внимательно. И вот за это тоже отвечает Ворошилов. И вот та шобла, которая под ним была. Я заканчиваю. Я уже затянул. Час пятьдесят два. Я продолжу эту тему. К сожалению, здесь еще остается порядка полсотни роликов. То сообщение следующее будет короче. Но поймите правильно. Катастрофа 41-го года и все наши жуткие потери в войне, той, которая называется Великой Отечественной, они были заложены, заложены Сталином, ВКПБ, КПСС, Шоблой, которая там сидела у руля. Понимаете? Я хочу, чтобы... А этому есть документ. Это неубиенный документ. Это акт передачи Красной Армии 40-го года. Спасибо за внимание.